«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Сергей Стилавин и его друзья на Майяке. Портрет второго плана. Дорогие друзья, доброе утро. Продолжается наш проект «Портрет второго плана». И, конечно же, с нами Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, доброе утро. Очень рад. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Спасибо. Василий Жанович, но я чувствую, наша библиотека как раз вот этих портретов второго плана пополнится сегодня персонажем, который мало кому известен из ныне живущих, так сказать, обывателей, наверное. Потому что зовут этого человека Николай Чайковский. Так вот люди сейчас услышали эту фамилию, конечно. Чайковский на слуху. Но Николай, кто ж такой, Василий Жанович? Да, вот у нас, в общем, с Чайковским больше всего связано, наверное, два понятия. Первое – это знаменитый композитор, а второй – ну, в таком обывательском жаргоне Чайковского, как говорится, выпить. Вот, ну, понятно. Ну, был еще для слабослышащих Чуковский. Ага, ну, конечно, да. Ну, Корней Иванович. Ну, Петр Ильич Чайковский, Корней Иванович Чуковский – совершенно разные люди. А вот наш герой главный – это человек, которого называли его современники, вот в те времена, столетней давности, называли его «дедушка русской революции». Вот это очень интересное такое определение, потому что вообще само по себе… Да, Василий Жанович, мне попадалась на глаза бабушка русской революции, такая, так называемая, Брешко-Брешковская, по-моему. Совершенно верно, совершенно верно. Вот, а про деда как-то вот все время слышал, что бабка есть, а деда нет. Оказывается, есть и дедушка. Нет, у революции были все, и отцы, и деды. Так что здесь, в общем, ничего такого удивительного. Ну, с точки зрения просто вот самих понятий вот такого рода, да, тут, я думаю, интересно обратить внимание на то, что когда вообще вот эти словосочетания появились, нужно было подчеркнуть то, что революционные традиции у нас имеют очень давнюю историю, поэтому вот есть такие у нас даже и дедушки, даже, может быть, какие-нибудь еще и прадедушки. А связано это было, в свою очередь, ну, с двумя такими моментами. Первый момент такой сугубо возрастной, потому что действительно Николай Васильевич Чайковский ветеран движения революционного, и первое его такое вот действительно активное участие в революционном движении в России второй половины XIX века – это знаменитое хождение в народ. Ну, хотя, конечно, тоже, может быть, не все сейчас уже это помнят, но в советское время это изучали, преподавали в школах очень активно. Народническое движение, народники, и вот кружок чайковцев так называемых. Вот как раз эти самые… Васильевич, я предлагаю, чтобы нашим слушателям было интереснее узнавать этого человека, скажу сразу, что не стало его в Лондоне. Да. То есть возникает вопрос, как говорится, какой революции, дедушка? Нет, не английской. Конечно, потому что английская была очень давно. Нет, 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 я имею в виду, что мы же пережили, ну, не мы, конечно, а наши прадеды, да, прабабки, пережили три революции в начале, да, вот XX века. И, соответственно, вот этого товарища, вот Николая Васильевича, его большевики за кого признавали вообще? А вот большевики его совершенно открыто и однозначно признавали за контрреволюционера, и, конечно, да, безусловно, лишали его вот такого почетного статуса дедушку русской революции. То есть, Василий Жанович, получается ведь какая история, да? Да, в принципе, советская историография признавала роль народничества, да? Да. В том, что, соответственно, Россия была подготовлена к русским революциям, к переменам. Но не все народовольцы, они как бы вошли в пантеон, так сказать, советских именно богов, да, уже получается? Тут, скорее, вот что произошло с Чайковским, именно с таким, как он, но и другими, может быть, тоже близкими к нему по духу. В какой-то степени, наверное, ближе всего ему был Плеханов, Георгий Валентинович. А который, безусловно, я думаю, гораздо более известная личность на слуху от наших слушателей. Хотя бы даже там есть у нас высшее учебное заведение имени Плеханова. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот та часть народников, которая отказалась потом от продолжения борьбы уже посредством насилия, посредством террора, то есть то, что потом стало вот как раз называться народная воля. Народнических организаций было несколько. И вот Чайковский, он стоял, условно говоря, у истоков вот этого народнического движения, когда еще идея была не столько террора против отдельных каких-то представителей власти и, конечно, самого государя-императора. А здесь была идея такая, что вот можно и нужно идти в народ. Собственно, вот опять же, почему и хождение народа появляется. И поднимать народ вот на такое массовое общественное протестное движение. Причем сделать это было, как считали многие Чайковские в том числе, сделать это было достаточно легко. Они были уверены в том, что достаточно просто прийти в деревню, провозгласить, позвать народ там, вспомнить традиции, славные традиции Степана Разина и Емельяна Пугачева. И вот все сразу поднимутся, возьмут в руки топоры и пойдут совершать русскую революцию. На самом деле, как известно, хождение в народ провалилось практически полностью. То есть никакого эффекта это не дало. Василий Джорджич, а тут ведь, смотрите, тут ведь невероятный парадокс. То есть, с одной стороны, действительно, народники, их же поначалу даже полиции сдавали. Да, знаменитый арест пропагандиста Репинский. Да, да, да. И то есть они были уверены, что народ надо разбудить. И самое-то удивительное, да, мы же знаем примеры, ну, невероятного пробуждения, да, когда действительно вот неутолимая жестокость, это, соответственно, так сказать, во многих, так сказать, произведениях литературы описано, да, и в документальной литературе, да, о том, что, ну, там, барских детей могли, так сказать, за ноги об стол подолбануть. Ну, в общем, так сказать, такие методы, как говорится, борьбы, которые мы недавно наблюдали вот на Израильском фронте, скажем так, да, запечатлённом. То есть нам же говорили как, то есть пружина народной боли, то есть вот этого угнетения векового крепостничества, да, издевательства, она сидела так глубоко, что вот народники не сумели расковырять, да, вот эту рану, добраться, да, так сказать, до чеки, как говорится, чтобы спустить эту гранату. Ну, это стало-то понятно уже после того, как хождение народа провалилось, и тогда вот, собственно, и Ленин это отмечал, логично оставался переход к террору, то есть уже невозможно поднять массовое движение, значит, тогда идёт вот этот метод индивидуальной борьбы. Либо второй вариант, вот как раз его-то и стал представлять Плеханов, и Чайковский тоже отчасти, это вариант такой, что нужно как бы, ну, если уж не совсем, не стопроцентно уходить в какую-то такую просветительскую миссию и длительную работу по подготовке общества к переменам, то есть работа на сознание, а не работа на убийство людей и так далее, да, хотя бы даже и каких-то там нехороших помещиков. И вот на это длительное перерождение нужно делать ставку, но это требует времени, это требует сил, и это, может быть, даже и не завершится вот при жизни одного поколения, а может быть, это даже потребуется там десятилетиями продолжаться. И вот наш герой, он-то как раз, ну, тут пару слов, конечно, можно сказать ещё о его происхождении, он из дворянской семьи, что, в общем, как раз подчёркивает вот этот характер революционера-разночинца, то есть это разных чинов-люди, совершенно не обязательно, что это будут или дворяне, или мещане, или крестьяне, или рабочие, тем паче. А вот где тот момент, когда вот дворянин надломился и стал беспокоиться о революции? Тут, несомненно, совершенно это его учёба, его учёба в Петербургском университете, причём он учился на факультете естественных наук, это химия, и вообще, напомню просто нашим слушателям, мы уже неоднократно тоже это говорили в наших прошлых программах, когда, анализируя биографию того или иного революционера, вот можно обратить внимание, что если он такой естественник, ну, тут прямо пример Базарова напрашивается вот из отцов и детей, который лягушек резал, да? То есть, смотрите, какая интересная история-то происходит, да, Василий Жанович? То есть, во-первых, у меня к вам вопрос, так сказать, на ближайшее будущее в нашей программе, не было ли каких-то специальных, как говорится, НКО в этих учебных заведениях, говоря сегодняшним языком, потому что уж очень вот яркая пропагандистская работа, и вообще работа с молодёжью проводилась, то есть настолько организован, настолько много оттуда вышло, да, и вообще считалось нормальным выходить из вуза и быть революционером уже готово. Не из каждого, не из каждого вуза, вот, Сергей Жанович как раз. Не из каждого, да. А во-вторых, смотрите, какая история. Вот эти вот естественники, да, они ведь, например, я вот сейчас сталкиваюсь с чем? Вот сегодня, например, естественники являются очень явными вообще поборниками, это вас касается, так сказать, альтернативной истории, то есть они вот Фоменко-Носовского очень чтут. Да, да, вот им кажется, что надо все даты пересчитать и всё по-другому изложить. А во-вторых, они невероятные адепты, так сказать, искусственного интеллекта и вот, как бы, так сказать, вообще технократического взгляда на людей, то есть, ну, условно говоря, цифрового фашизма, там, концлагеря и так далее, вот, так сказать, чтобы всё систематизировать, да. А там 150 лет назад, условно говоря, вот они все были, эти ребята, революционеры. Вы сказали, что не во всех вузах, а исследования проводились, действительно, если не во всех, то тогда тем более подозрение, что работали какие-то жуки какие-то работали. Вот что это были за структуры? Здесь не специально всё это делалось. Я думаю, что главная причина, по которой естественник, собственно, склоняется, вот как, опять же, вышепомянутый Базаров, наш литературный герой, склоняется вот к такого рода нигилизму, да, вот хорошее слово как раз, ведь Тургенев же, собственно, его очень часто употреблял, нигилизм. Почему? Потому что это, во-первых, люди с таким заметным, очень заметным атеистическим мировоззрением, то есть, они не верят в какие-то там высшие силы, и вот это естественное желание объяснить всё наукой, то есть, наука всё в состоянии объяснить, нет никаких моментов, которые могу-ка не могла бы объяснить. Вот это в какой-то, наверное, момент может подтолкнуть людей и на путь такой, что... Ну, на путь несподвержения авторитетов, скажем так. Почему это ещё важно? Потому что для Чайковского-то как раз потом, вот по следующей биографии, она-то оказалась нетипичной для вот такого студента-естественника, который мог бы, допустим, продолжать свою революционную работу. Он-то как раз у нас потом в мистику уходит и в богоискательство уходит. То есть, не всё так однозначно, и хотя вот он встанет на условном таком революционном пути, но революции, и наши предки это, кстати сказать, очень часто разграничивали, революции бывают разные. Бывают революции как некий созидательный процесс, то, что мы бы сейчас назвали реформами, а бывают революции как разрушение, как хаос, как... Ну, и террор в том числе. И, конечно, там вот ничего хорошего быть не может. У нас Чайковский со временем, ну, довольно скоро, в общем, уже после провала хождения в народ, по сути, он становится на позицию вот такого постепенного, в чём-то даже, может быть, и длительного процесса, который не потребует каких-то крайностей, крайних жертв, там, террора того же самого и так далее. Ну, а вот как он, во что, так сказать, обрамил, как говорится, работу практическую, да, вот что у него за организация созрела? Он, помимо Чайковцев, вот этот кружок, он просто, наверное, был больше на слуху, хотя, опять же, вот тоже небольшое отступление сделаю, скажу, что такого рода кружки, они были в моде, они были в тренде, выражаясь современным языком, 60-х годов. Почему? Потому что, опять же, напомню, литературные наши параллели, это знаменитый роман Чернышевского «Что делать?» и один из вариантов, вот чем занимаются его герои, в том числе Вера Павловна, она и создает коммуну. И вот такого рода объединения коммуны и кружки, да, как у кружковой работы, они, с одной стороны, заниматься могут какой-то хозяйственной деятельностью, ну, вот как у Веры Павловны, там, пряжу придут, да, девушки, но параллельно с этим, естественно, они даже стопроцентно, можно быть уверенным, что они также занимаются некой такой условно-политической работой, то есть они объединяются, они встречаются, они обсуждают какие-то темы, и они готовятся к каким-то последующим действиям, вот тоже схождение в народ. Всегда в этой истории вопрос, кушал на что наш герой Николай Васильевич-то? Дело в том, что в 60-е-то годы, смотрите, уже крепостничество-то отменили, да? Да. Вот, то есть стричь народ-то уже дворянам стало тяжело, вот, как он столовался? Ну, кружок не очень долго существовал, я думаю, что есть просто, так сказать, он у него хватало еще пока тех средств, которые у него были просто, значит, родителей, да, дворянской семьи. А затем тут надо тоже учитывать такой момент, что кружки такого рода, они, как правило, имели общую кассу, то есть это какие-то взносы, если ты там более-менее, ну, богатый человек, да, условно говоря, член этого кружка, то ты просто обязан внести вот в эту общую кассу какую-то свою лепту, бедный человек, допустим, он не может деньги внести, он будет работать где-то, тоже получать заработную плату, тоже будет что-то отчислять. И вот такая вот общая кружка, она позволяла существовать. Кстати, еще один пример приведу, ну, совершенно другого рода, вполне себе мирный. Это товарищество передвижников, наших художников тоже, вот когда его создавали, в частности, Крамской, один из таких его ярких лидеров, он проводил прямые параллели с тем же самым кружком Веры Павловны. Тут еще важно что? Что вот это объединение молодых людей, это молодежное такое объединение, причем там и женщины, и мужчины, и девушки, и молодые люди, они были на полных равных правах, то есть здесь никакого такого гендерного угнетения не было, наоборот, всячески подчеркивалось вот это равноправие, феминизм даже в значительной степени. Вот эти все кружки, они позицировали себя как некие зародыши будущего социалистического строя, потому что вот слово социализм, оно уже на тот момент было на слуху. Уже и коммунизм появился, у нас уже в Европе, вот если брать, опять же, какие-то параллели с Европой, это, допустим, те же самые фаламстеры, Фурье, вот Роберт Оуэнс, Сен-Симон, Анри Сен-Симон, знаменитые вот эти вот отцы социализма, которых тоже вот все почитали, и Чайковский тоже всячески-всячески их почитал, ну и, естественно, они себя считали вот эти люди продолжателями этих идей. Вот почему он, собственно, и дедушку-то революции, потому что его формирование как революционера, оно начинается на самых-на-самых вот таких вот ранних истоках, то есть это еще даже середина второй половины 19-го столетия. Василий Женщич, ну а вот на тему Господа, да, то есть, в принципе, это у нас картина такая, революционер, это безбожник, да, если послушать исследователей вот предреволюционной России, особенно в рабочей среде, например, безбожество было невероятно распространено, то есть город развращал, девки вот эти все, алкоголизм, да, ну, в общем, народец-то такой был, то есть вот революционная толпа там, условно говоря, что 5-го, что 17-го года, в принципе, это, конечно, так сказать, да, достаточно с безнравственностью на «ты», скажем так. А вот его богоискательство, оно куда вот? Оно у него проявилось очень интересно, оно начинается у него таким, так достаточно заметно проявляться, когда он уехал в Америку. Вот это тоже интересный нюанс такой его биографии, потому что, конечно, вот такое словосочетание, да, революционер уехал в Америку, но я думаю, что сейчас он это вызовет такую довольно однозначную реакцию. Ну, понятно, вот, значит, ничего не получилось у него в России, вот он удрал к американцам, естественно, куда же ему еще деться. На самом деле, на самом деле здесь, я думаю, больше, может быть, как раз был тот самый материальный фактор, потому что миграция в Штаты из Европы, в том числе из Российской империи, она на период вот 80-е, 90-е годы 19-го столетия, она шла по нарастающей, то есть люди уезжали из Европы именно за заработком, то есть здесь все это очень распространенно было, ну, тут же самый, наверное, такой пример вспомнить можно. И «Титаник» поплыл с этими мигрантами из Ирландии, которые там хотели до Америки доплыть знаменитый сюжет нашего фильма, я думаю, хорошо известный, да, и вот в том числе вот такие люди, как Чайковский, оказались в Штатах, но помимо того, что он там работал на самых разных работах, вообще он ничего не чуждался, потому что дворянское его происхождение уже как-то не играло никакой роли, а он у нас начинает знакомиться с местными различными религиозными объединениями, сектами, и вот тут вот у него идет уже сдвиг в сознании, условно сказать, на такую религиозную почву, это вообще достаточно интересно, если бы, наверное, он бы, как Плеханов, уехал бы в Швейцарию, жил бы там, в революционной вот этой Европе, то, возможно, вот такого бы поворота на богоискательство у него бы не произошло. Ну, и кого же он там повстречал, Василий Жадович? А вот тоже вот тут вот, кстати, интересный момент его встреч с представителями разных совершенно религиозных движений, ну, так можно было бы их объединить, как некая такая протестантская, протестантская среда. Ну, то есть это юридическая характерная, если брать, да, с православной точки зрения, даже очень-очень-очень юридичные движения. Но тут другое ему стало близко. И позднее тоже, в общем-то, вот неоднократно мы это увидим, его уже политической деятельностью, уже во время революции Гражданской войны. То есть он воспринимает христианство как близкое к социализму учения. И в чем-то даже протестное схожение. То есть Иисус Христос социалист, да, условно ли? По сути, да. Революционер-социалист выступал за равноправие, за равенство. И вот это вот привлекало. Еще один нюанс, который вот интересный, он сближается, но уже чуть позже. Были такие казаки-некрасовцы. А некрасовцы, это еще с 17 века идет у нас традиция и вот восстание Булавина потом, начало 18-го столетия. Это та часть казачества, которая категорически не принимала самодержавие. Это люди как раз близкие вот к староверам. И они из России уехали, эмигрировали, ни в коем случае не считая, что им можно будет как-то остаться в этой стране вот, да, при таком царском самодержавном режиме. И вот это тоже укрепляет, видимо, его в том, что религия бывает разной. То есть есть религия официозная, есть религия официальная, которая обслуживает интересы государства, и есть религия вот такая протестная религия, которая вот как раз ему оказалась, очевидно, ближе. Ну, в том числе вот так, как Раскольники, например, те же самые. Василий Жанович, а почему же он решил вернуться-то все-таки в страну? А вот тут уже у нас мы наблюдаем период подготовки русской революции. Хотя здесь немножко смутный эпизод, я думаю, его биографии. Почему? Потому что, ну, однозначно совершенно мы можем сказать, что он не выполнял задания каких-то там квакеров и каких-то там сектантов или еще кого-то. Но его возвращение в Россию – это период постепенного-постепенного нарастания революционного кризиса, который потом уже перейдет в эпоху от русской революции, первой русской революции. То есть загрепим. Он уехал сам, правильно? Не бежал от тюрьмы, от каторги, вот. И сам же решил вернуться, да? Николай Чайковский, дорогие друзья, сегодня наш герой, революционер-созидатель, ну и, конечно, Василий Жанович Цветков, профессор, доктор исторических наук. Портрет второго плана. Итак, дорогие товарищи, в нашей студии Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук и в нашем цикле, посвященном героям, которые не стали героями первого, как говорится, первой категории. Вот, Николай Чайковский, Николай Васильевич, революционер, но при этом созидатель. Василий Жанович, и вот на повестке дня встала задача возвращения в Россию, да? Вы говорите, что никакие там квакеры, шейкеры, в общем, так сказать, геретики его с заданием не отправляли, да? Он сам поехал. Думаю, что никакой тут связи не было, хотя есть версия, но она не очень стопроцентно подтвержденная. Вполне понятно, почему ее подтвердить сложно, потому что источников исторических мало. Что он как раз, помимо прочего, во время своего пребывания в Штатах, он же еще оказался и в масонской ложе. Хотя официально вот так вот, если посмотреть его биографию, и он это, кстати, не скрывал, его вступление, но уже не в американские как бы ложи, а французское, в Великий Восток Франции, в частности, да, европейские ложи, происходит позже. То есть это у нас 19-й год, 19-й, 20-й. А есть версия, что он там уже вот как бы и к масонам приблизился. А масоны, если бы так уж совсем-совсем глубинные их позиции, да, глубинные их мировоззрения, это тоже в какой-то степени вот такое условное представление о очень-очень условном, еще раз это подчеркну, весьма далеком духовном преображении человека, ну, тоже вроде бы как-то напоминающим христианство, да, со стороны. Слушайте, вы прям-таки поэт масонства, Василий Жанн. Я говорю, что это напоминает, но я говорю, что это на самом Хотел же даже спросить, какой у вас градус, но не буду в этой передаче. Это не означает, что это на самом деле так. Просто, скорее всего, вот этот наш молодой народник, несостоявшийся, да, вот в вхождении народ, все-таки понимающий, что ничего не получается, он у нас попадает вот в такую среду, которая его, ну, не то чтобы обрабатывает, да, захватывает, но он к ней чувствует, наверное, какую-то близость. И его появление в России, это, с одной стороны, продолжение участия в революционном движении, но, с другой стороны, это продолжение участия, он, кстати, об этом тоже потом писал, вспоминал, это по-прежнему не террор какой-то, это не бомбы, это не убийство, это не эсэрская партия, а это подготовка какого-то такого массового движения протестного, и вот еще интересный тоже эпизод его биографии, чуть ли что даже не партизанского движения, причем на Урале, и там вот при поддержке в том числе каких-то местных недовольных жизнью людей, ну, рабочих Урала, крестьян Урала, и вот он считает, что можно их уже поднять на какое-то более серьезное протестное действие. Интересный вообще вот этот эпизод его биографии, потому что он тоже не вполне типичный, мы видим, что дальше, следующий период его биографии, вот уже ближе к Первой мировой войне, он у нас уже такой, в общем, достаточно взрелый революционер, уже возраст у него не юношеский, он опять склоняется к тому, что лучше, может быть, вести какую-то просветительскую работу. То есть вот это вот постоянное некое колебание от возможности восстания, от возможности организации какого-то массового, в том числе вооруженного протестного действия, и на уровень вот опять вот этого поиска правды, поиска истины, в том числе и с таким вот христианским подтекстом. — Василий Жанович, ну он же там из Америки, я так понимаю, выписал какого-то даже интервента для, так сказать, подробной деятельности. — Да-да-да-да, был такой вариант, что, в общем-то, ему казалось, во всяком случае, что если уж не организацию партизанского движения, то, во всяком случае, какую-то ячейку, может быть, ему удастся создать, и нужен человек опытный в этом деле, военный. И в этом смысле как раз вот тоже считалось, что военные вообще люди далеко не безнадежные в плане как раз вот революционной работы, то есть нужно искать среди офицеров, среди военных людей, которые смогут пойти навстречу революции. Почему это важно? Потому что когда вот начнется гражданская война уже, и в частности Чайковский окажется как раз на стороне белого дела, белого движения, у него к военным военным, военные, как известно, у нас в белом движении играли очень заметную роль, у него к военным будет такое весьма себе, я бы сказал, позитивное отношение, потому что для него это люди, которые ведут вооруженную борьбу против гораздо более худшего насилия, которое, с его точки зрения, представляет большевизм. Вот тут он как раз и расходится у нас с Лениным, расходится у нас с большевиками, причем расходится совершенно А они были знакомы? Он как бы имел какие-то контакты с большевистами? С большевиками нет, но он был знаком вот именно по общей работе в таком, как бы, условно говоря, революционном поприще. И, конечно, он их видел, он их видел в эмиграции, он их слушал, он их читал газеты. Но большевики для него, как, впрочем, кстати, и для Плеханова, многие, во всяком случае, большевики, если уж не все, они представлялись вот этой самой опасной, радикальной частью социализма. Потому что социализм разный. Совершенно необязательно, как считал Чайковский, представлять, даже ни в коем случае не нужно, представлять социализм с ленинским лицом. Социализм и Ленин – это совершенно не одно и то же. Социализм и Плеханов, социализм и Маркс, социализм и Энгельс. То есть, да, вот там Сен-Симон, Фурье, Оуин, ну и, в конце концов, он сам, Брешковская, допустим, да, вот это вот и есть истинный социализм. А не те захватчики власти, не те люди, которые ради этого пойдут на все и ввергнут страну в гражданскую войну, вот они к социализму с точки зрения Чайковского никакого отношения не имеют. А февраль-то как он встретил? Очень позитивно, очень позитивно, что, в принципе, было ожидаемо, потому что… Входил в какие-то заговорческие структуры, потому что сегодня, ну, и мы с вами это обсуждаем, да, ну, вот, так сказать, ваши коллеги выделяют там четыре заговора, которые сплелись воедино, да, для того, чтобы скинуть Николая Саныча с трона. Ой, я вот далек от этой именно точки зрения, потому что одними заговорами таких больших масштабных перемен бы не было бы, не произошло бы. И тут даже если их было четыре, даже если их было бы десять, но все равно масштаб массовых движений, массового протеста, как раз он никакими заговорами не вызывался. Заговоры в какой-то степени, если уж так отвлечься от темы, они как раз, по идее, должны были бы предотвратить вот это массовое протестное движение. А здесь они не то, что его не предотвратили или даже не усилили как-то, они шли в двух совершенно параллельных реальностях, параллельных плоскостях. Протестное массовое движение снизу и вот эти вот верхушечные заговоры. Но тут, Василий Жанович, я вот могу с вами поспорить, потому что у меня складывается ощущение, что народный бунт, который не управлялся ничем, кроме дефицита хлеба, да, он по большому счету сошел на нет. Но затем начался бунт тыловых крыс, то есть призывников, которые не хотели ехать на фронт, да, из Петрограда. И вот они именно, так сказать, уже организовано, будучи вооруженными, и как раз и снесли власть, потому что 150 тысяч все-таки вот этих тыловых крыс, призывников, да, которых называют запасными полками там, да, вот они все это и сбаламутили. Потому что, мне кажется, народно это как раз с недовольством пошло на спад после недели, так сказать, вот этих, так сказать, кровавых походов по Южскому. Во-первых, те, о кого вы говорите, вот как тыловики, да, это, в общем-то, нижние чины, это как раз солдаты, это, по сути, тоже можно было бы так тогдашним языком назвать это народом, а потом все те заговоры, которые вот там они могли быть, они как раз не действовали в этой среде, они действовали в среде элиты. Элита в какой-то степени, да, вот я еще раз повторю, она была заинтересована в том, чтобы ограничиться переворотом для того, чтобы не допустить массовых вот таких низовых движений. Хорошо, хорошо. Василий Жанович, я чувствую, дискуссия могла бы получиться жаркой, вот, даже на шпагах, вот, но тем не менее, Василий Жанович, вот, произошел февраль, да, произошло то, что произошло, наш герой, Николай Чайковский, да, что, и к нему проявили уважение, он действительно вот у всех вот этих вот, ну, мы же не будем отрицать, да, заговорщиков, которые в виде списка подавались там на стол Николаю Второму, да, и он ничего не предпринимал, они, так сказать, вот по этим спискам фактически составили первый кабинет Временного правительства. Наш герой в Временное правительство не входил, и я не уверен, что какие-то даже были предложения, во всяком случае, он был нужен не как член правительства, потому что, во-первых, годы, во-вторых, какой-то практический навык, ну, кроме иммигрантской жизни и каких-то еще там, может быть, опыта работы в кооперативах, кстати, сказать, в общем, достаточно активный, во время Первой мировой войны в кооперативном движении он участвовал, это тоже вот некое проявление социализма, то есть социализм через кооперацию, это очень популярная была идея, но он был нужнее гораздо и Временному правительству, и вообще вот этой революционной стихийной среде, которая у нас формировалась в 17-м году, он нужен был именно как патриарх революции, вот как мы его, собственно, уже определили, как человек, который мог всегда сказать, вот ребята... Ну, как, давайте так сравним, как перестройке был нужен Академик Сахаров, да, что-то типа-то? Да, пожалуй, да, да, это похоже. Давайте, Василий Жанович Светков, доктор исторических наук с нами, после рекламы продолжим. Портрет второго плана. Друзья мои, и так в студии жарко, Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государства университета, доктор исторических наук, и сегодня наш герой Николай Васильевич Чайковский, забытый благодаря советской историографии, но тем не менее, дедушка русской революции, и вот события 17-го года. Василий Жанович, ну, как бы он был таким вдохновителем, да, таким, ну, как бы духовным парящим над схваткой отцом всех этих, да, там, или дедушкой всех этих жутких преобразований в стране, он предвидел, что произойдет большевистский, так сказать, переворот? Думаю, что нет, и он сам, вот судя по, там уже гораздо больше документов, которые сохранились вот к его этому периоду жизни, то есть 17-18-19-е годы, а он абсолютно не считал возможным вот какой-то дополнительный еще толчок, дополнительный стимул русской революции, потому что после февраля считалось, что Россия наконец-то вступает вот на такой вот демократический путь преобразований, он будет очень длительным, и, конечно, учрительное собрание здесь будет играть свою роль. Сам Чайковский, напомню, он у нас делегат от Вятской губернии, он избран был, это его родная среда, и... Он присутствовал при разгоне, когда там этот устал караул? Нет, здесь уже его не было, но тут, в общем-то, даже не столько это может быть важно, сколько то, что Чайковский становится, ну, своего рода таким проводником сопротивления активного вот тому, что происходило на период, как раз начальный период Гражданской войны, самое-самое начало Гражданч, а почему он примкнул к белым в итоге? Ну, белым не совсем, потому что, если так вот брать историю русского белого севера, да, и антибольшевистского севера, если быть точнее, она у нас-то как раз и начинается с социалистов, и тут одни социалисты воюют против других социалистов, то есть, условно, демократическая контрреволюция действует, и Чайковский, ее яркий, очень яркий, очень заметный представитель. Как я уже сказал, он большевизм заклеймил, как вот такое вот радикальное, абсолютно чуждое, ненужное социализму направление. Естественно, с его точки зрения, с его логики, любая борьба с большевизмом всячески должна приветствоваться, поддерживаться. И, собственно, вот на севере это и начинается, причем здесь у нас подключаются к этому процессу иностранные государства, подключаются союзники по Антанте, и Чайковский всячески это приветствует, всячески приветствует, потому что, говорит, вот как раз должны вы помочь нам отстоять нашу свободу. Это вы имеете в виду Архангельск и, так сказать, концлагеря, да, и где расстреливали, собственно говоря, и грабили нас. До концлагерей еще дело не дошло, концлагеря будут потом. А пока у нас неприятие советской власти и поиск тех сил, которые могут оказаться союзниками. Ну и вот, конечно, у нас здесь кто может быть союзником? Англичане, американцы, французы, канадцы. Там довольно большой такой пестрый по количеству стран-участниц контингент высадился на севере. И Чайковский у нас в этих условиях становится главой местной антибольшевистской власти. То есть это у нас Верховное управление Северной области. И он его возглавляет. Причем там некий такой был посыл на будущее, что вот на основе этого ВУСО, как его сокращенно называли, будет потом вообще сформировано новое российское правительство. И вот здесь вот уже Чайковский вполне себя мог представлять как глава будущего российского государства. О, на штыках Антанты, да? Правильно я понимаю? С помощью Антанты, потому что самые антибольшевистские силы сформироваться им сложно. Но они есть. То есть И Чайковский видел в том числе вот эти протестные настроения там среди тех же самых крестьян, которые недовольны были про дразвездку, недовольны были про отрядами, советской властью. Ну вот нужно им дать толчок. А вот серьезный вопрос. Скажите, многие говорят, что Троцкий был агентом американцев, да, или банкингом американских. Есть такая точка зрения. А этот товарищ-то тоже вот как-то такое ощущение, что... Нет, я уже вот говорил, что в Америке-то он у нас не с банками там работает, а он у нас все в такой вот большей среде. Нет, ну легенда красивая, согласен, но тем не менее. С среди простых людей, простых американцев, условно. А легенда, да, ну я же говорю, ну совершенно не обязательно считать, что если человек из Америки приехал, значит, он там завербован и так далее. Тут другое важно. Тут важно то, что у нас Чайковский вот уже и в годы гражданской войны, не останавливаясь на севере, едет за границу с таким политическим турне, выражаясь современным языком, по столицам, по крупным городам, в том числе и в Америку свою, вот где он уже побывал, он приезжает. Но вот там он уже встречается с лидерами, там он уже выступает в парламентах, там он уже выступает, встречается с Ллойд Джорджем, с Климансо, ведет переговоры в Париже довольно долго. Кстати, забывая при этом почти свой север, где он продолжает формально числаться главой власти, но зато он всячески-всячески, как говорится, выбивает поддержку. Василий Жадкович, такой вопрос, а после него какие-то фундаментальные труды, как после Плеханова, остались? Не очень много. Является автором чего-то значения. Не очень много. Нет, мы вряд ли бы назвали Чайковского философом, хотя у него были работы, у него были произведения, как раз посвященные анализу кооперации, кооперативного движения, философские у него были труды. Но, скорее, это был такой, в общем-то, набор разнообразных таких произведений, которые... Василий Жадкович, вот честно, я вот как человек, который первый раз слышу об этом персонаже, вот как на духу могу сказать, вот, в принципе, дедушка нехороший, борода окладистая, как у Маркса, но забыли, мне кажется, его не зря. Василий Жадкович Цветков, доктор исторических наук, в нашем цикле «Портрет второго плана». Спасибо, Василий Жадкович. Да, спасибо, Павел Иванович. Портрет второго плана. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.